Здравствуйте, дорогие друзья! Международные новости, новости Израиля с доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте! Добрый день всем! Сегодня закончился киберпонедельник. Знаете, что это такое? Это когда по интернету со скидкой в 90% продают все, что хотите. Ну, во-первых, люди сидят... 90%? Люди сидят прикованные... Почему вы мне не сказали? Вот в следующий раз мы вас предупредим об этом. Когда это будет? Это будет через год, но нет. До этого была Черная Пятница, была не так давно. Там распродали на 2 миллиарда, там почти на 2 миллиарда, а сейчас распродали на 3 миллиарда долларов за эти одни сутки. То есть люди сидели прикованные к компьютеру и просто только занимались тем, что... Минуточку, а что за проблема? Нельзя купить просто так? 90%? Как это? Что вы шутите? Вы знаете, что творилось во время Черной Пятницы? Во-первых, ставили палатки, там физически можно было купить, ставили палатки у магазинов, люди спали, мечтали об этой плазме за доллар, там показывали кадры, просто били друг друга до крови, чтобы только добраться по рукам, по ногам, вилкой в руку, как хотите. Ну вот как бы вы охарактеризовали вот этот киберпонедельник? Я бы охарактеризовал его как хорошее коммерческое мероприятие. То есть вы за? По надуванию населения, потому что продают пустоту, которая в принципе, наверное, не нужна, в основном не нужна. Но ажиотаж, который надувается здесь от того, что подогревается всеми соседями, городом, всеми этими средствами массовой информации и все прочее, это, конечно, раздражает человека. Вот я чувствую по себе, что у меня, допустим, тоже чего-то я упустил. Вот поэтому вы спросили, чего вы мне не предупредили. Да, да, да. Конечно, мне ничего не надо, но в общем, конечно, я представляю такого обычного человека, который ошарашен этим общим каким-то умопомешательством, покупокомешательством, как он называется, и он не может сопротивляться. Не может сопротивляться, он просто бежит и делает все, что остальные. Практически окружению... Устоять невозможно. Устоять невозможно. Нет, сопротивляться бесполезно. Ты все равно несчастный, через 10 минут, через полчаса, ты почувствуешь, как в тебе это трясется, дрожит, толкает, да, и ты должен будешь... Вот этого и добиваются средства массовой информации, и все это. Понимаю, в чем дело. Проблема в том, что в мире перепроизводство огромное. То есть, можно еще 2-3 человечества полностью обставить, накормить и завалить всем, чем угодно. Вот так вот. Да, еще одну планету с голым человечеством. Оденут, накормят, построят, обслужат по полной программе. Только деньги за это давай. Для чего деньги, тоже непонятно. То есть, самое главное, это чтобы крутилось. Вот боязнь того, что это не будет крутиться, и вынуждают их продавать по себестоимости и меньше себестоимости. Главное, чтобы крутилось. Потому что сегодня это уже не имеет значения. Деньги напечатают. Деньги напечатают и дадут населению, и банкам, и всем, всем, каким прочим. И вся эта грызня за полпроцента туда или сюда, это не имеет никакого значения уже. Мы попали уже совершенно на другой уровень развития, когда не сами деньги определяют, сколько стоит товар, а ценность товара определяют люди. Нужно им это или нет. И поэтому мы выходим из полувласти денег, уже все, заканчивается эта эра. Денежная масса и все это. Накапливание, да? Пока по Марксу уже, по старичку мы уже не работаем. Нет. Мы уже переходим к совсем новой системе. Когда деньги вообще отменяются. Просто а что же будет двигателем торговли, общения, промышленности? Как, в чем измерять это? Да, ну в чем? Вот это проблема. А измерять это надо в другой ценности. Вот эта ценность потихоньку-потихоньку рождается вместо бумажек. Сначала это было золото. Это была настоящая ценность. Потом сменили на бумажки, за которыми ничего нет. И государство может отпечатать тебя в 10 раз больше. Да? То есть ценность условная абсолютно. А сейчас и она пропадает. И что дальше? А дальше это ничего не будет. Дальше будет просто человек идти на работу. Он будет за это получать какие-нибудь талоны. Или вообще ничего не получать. Просто будет его обеспечивать. Без всяких черных... Да мы к этому и идем потихоньку? Да, абсолютно. Мы идем к победе социалистического труда. То есть... Когда от каждого по способностям, к каждому по потребностям. Абсолютно четко. Это вы видите вот этот признак, вот этого киберпонедельника. Да, перепроизводство всего этого. Обналичивание и обнуливание это. И исчезновение денежной массы практически. Это все ведет к тому, что мы будем работать не за деньги. За идею. Грубо говоря. Чтобы у всех все было, а иначе не будет ни у кого. И чтобы у всех было поровну, а иначе не будет ни у кого. Вы просто коммунистический лозунг. А никуда ты от этого не идешь. К этому придем силой. Природа нас к этому затолкнет. И потом мы видим, что на самом деле социалистическое государство, вот на данном этапе, которое будет возвращаться, оно выгоднее, чем капиталистическое. Оно нормально заботится о социалке. И все потихонечку будет сравниваться. А капитализм, он дал рост маленький и среднему классу, а потом его уничтожил. Остались бедные и богатые. И между ними влезает террор. То есть вы в принципе говорите о том, что чувствовал советский человек в свое время, что у него будет зарплата, что он поедет на... Нет, это был уродливый строй. А сейчас он экономически оправдан. Тогда он был не оправдан никак. Идеологически считалось, что якобы он себя оправдывает, что стоит платить нам за якобы условия равноправия, дружбы, братства, их не было. А сейчас они потихонечку придут. И они потянут за собой уже новые общественные отношения. То есть придет вот это вот состояние желания равноправия, братства, вот этого вот... От этого не надеется. Мы к этому развиваемся естественно. Мы можем сейчас начинать себя развивать к этому нормально. То есть как бы опережая время, чтобы не палкой к счастью двигаться, а самим себя воспитывать. И тогда мы придем к этому лучшим путем, более гладким путем. Но к этому придем. Деньги пропадут, все пропадет, только все будет на связи, да? Только связь. Только связь людей между собой, она даст в нашем мире такое освобождение доброй энергии, которая всех нас уравновесит и сделает буквально чудом наше следующее состояние. Просто мы будем жить. Вот будешь вкладывать как бы копейку, а получать миллион. От чего? А вот везет мне как бы. Понятно, что ты будешь добавлять к этому не эгоизм, который тормозит все, вкладывает в конкуренцию, во все это. Столкновение. А наоборот, ты будешь жить от совпадения с природой. Трудно это объяснить людям. Ну, пускай еще немножко подождут. Спасибо большое. Спасибо, дорогие друзья.